Результаты моего эксперимента на YouTube-канале по развитию вкладки «Сообщество» дали о себе знать значительно раньше, чем я даже ожидала. Прошло всего три дня, а я уже готова вам рассказать, что меня порадовало и вселило надеждам, а что озадачило. А вот в конце ждите полезный лайфхак. Лайфхак о том, как смотреть видео друга и одновременно работать в его сообществе. Все время забываем произносить вот это магическое заклинание. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, если вы еще на него не подписаны. Итак, начну с того, что порадовало. Сразу же после выхода видео о начале эксперимента в четверг в моем сообществе закипела жизнь. Вот активность на предыдущем посте. Смотрите, 12 лайков и 4 комментария. Это за несколько дней. А вот активность под постом с этим видео. В тот же день и на следующий. 15 лайков и 17 комментариев. И эти комментарии неформальные. В них люди высказывают свое отношение к моим начинаниям. Смотрите, какой развернутый комментарий оставил Виталий Благой. В сообществе появились новые люди. Среди них те, которых я давно и хорошо знаю по работе на ютубе. Например, Любовь с канала «С любовью из моего домика в деревне» или Татьяна Каштанова с одноименного канала. Появились и такие, которых я раньше практически и не знала. Вот, например, канал «Марина из Забайкалья» или «Чудесный дневник», который тоже ведет Мариночка из Германии. Я зашла к ним на каналы, пригляделась, поближе познакомилась, и теперь они стали для меня очень узнаваемыми и близкими. В мое сообщество заходят люди, которые уже имеют подобную вкладку и активно развивают ее, или пока еще не развивают. Заходят и молодые каналы, которые пока не доросли до такой вкладки, но хотят, видимо, заранее набраться опыта. Очень приятно, что это все люди неравнодушные, и огромное всем спасибо. Особенно тем, кто уже раньше других поддерживал мое сообщество. Это и Ирина с канала «Вслед за мечтой», Алексей Нагишев и «Раундмото», Дима Левицкий с одноименного канала, Лана, женский канал «Секреты стиля» и другие. А теперь о том, что озадачила. То есть поставила перед нами определенные задачи, которые мы и начнем решать. Все новое воспринимается с трудом. Немало поступило комментариев, в которых люди признаются, что не знают, как пользоваться вкладкой «Сообщество», как правильно там работать. Высказывают опасения, что это технически сложно и будет отнимать лишнее время. И в этом мы готовы вам помочь. Мы – это я и мой сын Всеволод, потому что мы ведем канал на двоих. Итак, сейчас мы с вами рассмотрим, как с телефона зайти в сообщество, как писать комментарии в сообществе, как просматривать видео-плейлисты из сообщества. Заходим на интересующий нас канал. В верхнем меню выбираем вкладку «Сообщество» и переходим. Мы попадаем в сообщество. Здесь мы видим записи, которые были опубликованы. В сообществе можно публиковать плейлисты, видео, фото. Также делать опросы или просто писать текстовые сообщения. К каждому посту вы можете поставить лайк, дизлайк или написать комментарий. Чтобы просмотреть видео, вы просто находите интересующее вас видео и щелкаете по нему. Вы переходите к просмотру видео. Вы можете одновременно просматривать видео и работать с сообществом. Например, просматривать другие посты. Для этого вы тянете вниз видео. Оно сворачивается и проигрывается в мини-плеере. Вы возвращаетесь в сообщество. И здесь можете просматривать, например, другие посты. Вы можете также сразу написать комментарий. Например, вот просматриваете видео, вас заинтересовал какой-то момент, у вас бы появился какой-то вопрос. И вы сразу можете зайти в комментарии и задать интересующий вас вопрос или просто оставить какой-либо комментарий. Очень важный момент. Для того, чтобы получать уведомления о новых публикациях в сообществах, вам необходимо быть подписанным не только на канал, но и на новые публикации данного сообщества. Для этого вы заходите на интересующий вас канал, нажимаете на колокольчик и в появившемся меню вы выбираете все. Все оповещения о новых публикациях в сообществах, на которые вы подписаны, могут отображаться на двух вкладках. Внизу входящие, либо подписки. Данное видео было записано на телефоне с операционной системой Android. Если у вас iPhone, то возможны некоторые визуальные отличия, но основные принципы остаются такими же. Вот уж теперь точно ставьте лайк, если еще этого не сделали раньше, в знак благодарности. Мы тоже очень благодарны вам за обратную связь в комментариях, особенно если они будут в сообществе, а не только под видео. И готовы помочь вам в дальнейшем освоении этой полезной вкладки YouTube, решили по вторникам выпускать видео, обучающие, рассказывающие об этой вкладке. Так что ждем вас на нашем канале.